Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Панау Исимбекова, сургоперевод Айгуль Стамбековой. Сегодня в выпуске. Взаимовыгодное партнерство. В Алматинскую область привлечены зарубежные инвестиции. Дефицита нет. Стабфонд ЖТСУ пополнился лекарственными средствами. Дань уважения. Память казахскому батыру увековечена в бронзе. Расширяя границы сотрудничества. Современный стационар, отвечающий мировым требованиям на основе ГЧП, откроется на базе Алматинской многопрофильной больницы. Это совместный проект двух стран – Казахстана и Индии. Срок его реализации – 4 года, а стоимость – 5,6 млрд тенге. В областном Акимате прошла встреча руководства области и инвесторов из компании ICM Edutec. По словам компаньонов из Индии, новый стационар на 360 мест будет оснащен по последнему слову техники. Откроются новые отделения, в числе которых кардиохирургия, транспантология и лечение онкологических заболеваний. Кроме того, отечественные специалисты уже в следующем году могут пройти курсы повышения квалификации в Индии. Как подчеркнул Аким области, Амандык Баталов, ни один сотрудник сокращен не будет. Необходимо уделить особое внимание повышению качества Казания медуслуг, заявил он. Данный проект должен укрепить взаимосвязь стран, уверены обе стороны. По итогам встречи между руководством облздрава и инвесторами был подписан меморандум о сотрудничестве. Мы хотим инвестировать 5-6 миллиардов тенге в областные больницы, чтобы привезти к самому новую технологию, новую инфраструктуру. И очень много отделений, которые пользуются для областных родов, кардиохирургии, онкологии и транспортологии. Мы хотим внедрить. Первый проект мы хотим показать себе, как можно лучше сделать. И после этого, конечно, будем еще проекты. На сегодняшний день все наши сотрудники на местах. Ни одно рабочее место не будет сокращено. Более того, будет увеличение штатов. И начиная с следующего года будет повышение заработной платы для наших медработников. Уже будут обучающие программы у них созданы, которые будут подразумевать под собой обучение наших специалистов за рубежом, в частности в Индии. И в продолжение темы. По поручению Акима области инвесторы, готовые вложить средства в развитие медицины Алматинской области, встретились с коллективом больницы. В ходе презентации врачи лечебного учреждения ознакомились не только с деятельностью самой компании ICM-Edutec, но и перспективами, которые откроются со строительством клиники с обучающим центром. Необходимо отметить, что областная клиническая больница – учреждение с полувековой историей и специалистами высшей категории. 168 врачей и более 600 специалистов среднего и младшего звена в день принимают по 70 пациентов. В год пролечивают 13 тысяч жителей области. Поэтому ее дальнейшее развитие – повышение уровня лечения до выполнения наиболее сложных манипуляций в кардиохирургии, транспонтологии органов, спасения недоношенных младенцев и других направлений на мировом уровне. Даст импульс как развития медицины для жителей региона и страны, так и развития медицинского туризма. Операции – это тоже высокая технология. Очень большое количество пациентов у нас находится с нарушением ритма и проводимости. Это имплантации кардиостимуляторов. На данный момент мы имплантируем двух- и однокамерных кардиостимуляторов. С приходом инвестиций мы можем проводить такие операции, как трехкамерные кардиостимуляторы, кардиовикторы-дефибрилляторы, у которых высокий риск пациентов внезапной смерти. При имплантации данных кардиостимуляторов – это уже спасение жизни. И думаю, даже здесь нет никаких вопросов, что это нам выгодно. И выгодно нам, кто здесь работает, а также народ, будет получать такие методы лечения на высоком уровне. И это вряд ли, если бы не было инвестиционных вот этих проектов, вряд ли мы смогли бы на какой-то период получить это. Потому что, конечно, это бы, наверное, пришло в нашу клинику, но это заняло бы, может, десятки лет. А вот этот проект, он рассчитан на три года, ну, максимум на четыре. И нас это очень радует. 6 ноября текущего года на территории Алматинской области, граничащей с Восточно-Казахстанской областью, установлен санитарный пост из числа полицейских и медицинских работников. Они будут проводить бесконтактную термометрию и анкетирование ввизжающих и выезжающих граждан в и на территорию области. Новые ПЦР-лаборатории появятся в Алматинской области. Их открытие планируется в Карасайском, Ильском, Алакольском, Сарканском районах и городе Талдкурган. Об этом стало известно на брифинге с руководителем регионального управления здравоохранения. По словам Умиржака Ниазбекова, начать работу объекты должны до конца нынешнего месяца. Работа по большому охвату населения ПЦР-тестированием ведется постоянно. На сегодня в регионе работают 8 лабораторий, суточная мощность которых более 4,5 тысяч исследований в сутки. Всего за весь период проведено свыше 214 тысяч ПЦР-тестов. Также спикер рассказал о эпид-ситуации в ЖТСУ. Тест прироста, темп прироста коронавирусной инфекции по Алматинской области за сутки составил 0,2%. За прошедшие 24 часа выявлено 10 случаев. Всего в регионе за весь период зарегистрировано свыше 5200 фактов с диагнозом COVID-19. На сегодняшний день развернуто 686 коек инфекционных, 115 это инфекционные госпитали первого уровня и 571 второго уровня. Загруженность второго уровня госпитали это 19% и инфекционном госпитале первого уровня это 33%. На сегодняшний день имеется протокол лечения, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения и полностью составлен по самым современным стандартам. Лекарственный стаб фонда Алматинской области готов к возможной второй волне коронавирусной инфекции. В целях недопущения дефицита лекарственных препаратов и медицинских изделий Акиматом ЖТСУского края выделены средства для формирования стабилизационного фонда. С запасами медсредств ознакомился заместитель Акима Алматинской области Батыржан Байжуманов. В случае повышенного спроса на лекарства область обеспечена всеми необходимыми препаратами и медицинскими средствами, уверяют представители оператора регионального стаб фонда СПК ЖТСУ. В настоящее время на складе товарищества «Ингар» хранится весь необходимый запас самых востребованных лекарственных средств. В перечень входят жаропонижающие и противовирусные препараты, а также антикоагулянты и медицинские изделия. Всего 41 наименование. В первую очередь, чтобы лекарства были доступны для населения. Жаропонижающие, которые были востребованы в первую волну, это был аспирин, парацетамол, другие средства, антикоагулянты, да. Сейчас они все есть в наличии. Пополнение запаса идёт на постоянной основе. Это позволит сбалансировать повышенный спрос и гибко управлять потоками поставок. Оперативный штаб Алматинской области на постоянной основе мониторит отгрузки объёмов товара в розничные сети города ради исключения ошибок первой волны пандемии, говорит заместитель главы края. Тем более, что для обеспечения лекарственными средствами аптечных точек региона из областного бюджета выделено полмиллиарда тенге. Также планируется сейчас на сегодняшний день ещё на 800 миллионов увеличить его, и общий объём стоимости составит 1,3 млрд тенге. На сегодняшний день в Алматинской области сформированы три стабилизационного фонда, расположенные по адресу город Талдыкурган, 1-й, 2-й, в Викшеказахском районе, город Исык, 3-й, в Харасайском районе, сельский округ Коксай. Как сообщают представители фарминдустрии, спрос на медицинские средства в Алматинской области на сегодняшний день находится на обычном уровне, как до пандемии. В свою очередь Батржан Байжуманов отметил необходимость регулирования розничных цен на лекарственные средства первой необходимости. До конца нынешнего года будет сдана полностью обновлённая специализированная спортивная школа-интернат-колледж Олимпийского резерва в городе Талдыкурган. Благоприятные условия для воспитанников спортучреждения создаются благодаря госпрограмме «Дорожная карта занятости». Строительные работы практически завершены на 85%. С их ходом ознакомился заместитель Акима Алматинской области Батржан Байжуманов. Подробности в материалах сюжета. Капитальный ремонт здания специализированной спортивной школы-интернат-колледжа Олимпийского резерва не проводился со дня её открытия с 2003 года. В нынешнем году реконструкция объекта проводится по программе «Дорожная карта занятости». На эти цели выделено порядка 400 миллионов тенге. Подрядная организация – Golden City DS. В настоящее время на объекте задействовано около 70 рабочих из числа местных жителей, трудоустроенных по ДКЗ. Стоит отметить, что в ремонте здания используются строительные материалы отечественного производства. Капитальный ремонт спортивной школы-интерната-колледжа находится на контроле заместителя Акима области Батржана Байжуманова. Сегодня он ознакомился с ходом работ. Объект ремонтируется по программе «Дорожная карта занятости». Стоит отметить, что воспитанники этого учреждения – талантливые спортсмены, приносящие множество наград нашему региону. Качество в приоритете. Батржан Байжуманов обратил внимание на недоработки и сделал ряд замечаний по их устранению. На сегодняшний день работы выполнены на 85%. Работы ведут более 70 человек, которые направляются через центры занятости населения. В принципе, по срокам успевают, качеством довольны. Сегодня был объезд за Акимом области. Он дал ряд конкретных поручений касательно замены полов, внешней отделки, покраски. Все его замечания учтены и будут приняты меры по их устранению. В целом, капитальный ремонт проводится поэтапно, согласно рабочему графику. По словам руководства подрядной организации, воспитанники спортшколы смогут приступить к тренировкам уже в декабре текущего года. Гульмира Тимиргалиева, Жаркин Шентаев, Мадеба Ибусынов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Дань уважения великому предку. В Аксусском районе торжественно открыли памятник полководцу Бурубай-Батыру. Грандиозный монумент возвышается на высоте в 7,5 метров. Бронзовое изваяние весит порядка 5,5 тонн. Памятник Бурубай-Батыру, который во времена джунгарского нашествия руководил ополчением рода Матай, виден далеко за сотни метров. Бурубай-Батыр – первоклассный полководец, гениальный стратег, батыр казахского народа. Родился в 1694 году. Годы жизни выпали на ожесточенные войны с джунгарским нашествием. Нынешнее поколение, выражая особый почет и уважение великому предку, открыли в Аксусском районе памятник Бурубай-Батыру. Наши отважные предки всегда боролись за независимость и сохранение этих земель. Яркий пример мужества и отваги Бурубай-Батыр. Край Житусу полон выдающихся личностей, которые навсегда останутся в памяти народа. Мы сохраняем преемственность поколений. Открытие этого памятника реализуется в рамках статьи Эльбасы Рухани Жангару. Бурубай-Батыр, будучи молодым джигитом, отличался крепким крупным телосложением, особой силой духа. Обладая всеми качествами лидера, он руководил ополчением рода Матай и всю свою жизнь посвятил защите своих земель. На открытии памятника выдающемуся полководцу присутствовали депутат Сената Казахстана Бахчан Жумагулов, председатель Союза писателей Казахстана Еставлет Улыкбек, известный тележурналист Нуртлеви Мангали и много других известных, уважаемых общественных и государственных деятелей. Изучая и уважая таких личностей, как Бурубай-Батыр, мы узнаем себя. Народ, который не знает свою историю, обречен на уничтожение. Поэтому сейчас прилагаются все усилия для сохранения традиций и изучения истории ради светлого будущего. К примеру, подрастающее поколение, глядя на этот памятник, будут интересоваться Бурубай-Батыром и в целом биографией великих людей. Установка памятника и разработка проектной смертной документации спонсируются меценатами. На реализацию идеи неравнодушными гражданами выделено порядка 60 миллионов тенге. Монумент расположен в комплексе Бабала-Руха. На прилегающей территории проведены работы по благоустройству и озеленению. На эти цели по линии дорожной карты занятости предусмотрено 52 миллиона тенге. Перед тем, как приступить к работе, я и Казбек Дулатов, как авторы, много советовались с местными жителями. Придя к консенсусу, мы реализовали проект, который красуется на самом видном месте села Жанцугуров Аксусского района. Мы прорабатывали каждую деталь, чтобы максимально передать значимость великого предка. Бурубай-Батыр погиб во время битвы у реки Сарсу примерно в 1756 году. Похоронен в мемориальном комплексе Хаджа Ахмета Ясави. Памятник Бурубай-Батыру уже стал визитной карточкой Аксусского района. Пронзовое изваяние весом в 5,5 тонн возвышается на высоте в 7,5 метров. Поэтому и виден за сотни метров. Памятник Бурубай-Батыру виден издалека. Это придаёт грандиозность реализованному проекту. Несомненно, Бурубай-Батыр оставил яркий след в истории Казахстана. Надеюсь, в будущем будут немало подобных открытий. В этом году Аксусский район отмечает 90-летие с момента основания. Поэтому открытие монумента в знаменательную дату придаёт особый колорит торжественным мероприятиям, отмечают местные жители. Елеман Раимбеков, Абзол Несипов, телеканал «ЖИТСУ», Аксусский район. 7 ноября на Талтгурганском коммунальном рынке производители 17 районов и трёх городов Алматинской области представят качественную и натуральную сельскохозяйственную продукцию. Посетители ярмарки убедительно просят не нарушать санитарно-эпидемиологические требования, использовать маски и соблюдать дистанцию. Вкус победы. Талтгурганский завод «Кайнар АКБ» в этом году побил производственный рекорд по объёму продукции за 45 лет. В октябре месяце коллектив завода достиг самого высокого показателя, выпустив 331 тысячу штук аккумуляторных батарей. Такое событие не осталось без внимания коллег. Специальное поздравительное письмо поступило и от депутата Мажелиса парламента Республики Казахстана Альберта Рау. «Желаю всему коллективу «Кайнар АКБ» процветания, новых трудовых свершений и побед», – говорится в письме. Ну а заводчане готовы и дальше работать на благо страны и рады, что их тело даёт свои плоды на рынке качественной продукции. Большая часть жизни Камилы Желкобаевой связана с Талтыкурганским аккумуляторным заводом. Она работает здесь сборщицей блоков питания. Нельзя сказать, что эти годы завод прошёл легко, без затруднений. Всё было – годы подъёма и спада, и снова подъёма и рассвета. Завод выдержал, выстоял. И сейчас он становится мощнее и технологичнее. Остаётся быть островом стабильности и благополучия. С радостью делится она. Раньше всё здесь делалось вручную. Тогда, конечно, работа была тяжелее. Сейчас всё здесь автоматизировано. Есть семь линий. Каждый знает свои функциональные обязанности. Проблем никогда не было. Помимо стабильной заработной платы, на заводе организовано для работников двухразовое питание. После окончания смены идём в душ. Домой возвращаемся уже чистыми. Очень много молодых ребят работают на заводе. Их удерживает именно хорошие условия труда. Проводимый заводом анализ реализации продукции показывает, что четыре из пяти используемых аккумуляторов в Казахстане являются отечественными. Спрос на продукцию единственного завода по производству блоков питания в Средней Азии с каждым годом растёт. Аккумуляторные батареи под товарным знаком «Барс», «Кайнар», «Бажак» и другие в лёд уходят на зарубежных рынках. Как следствие, увеличивается и объём производства. Наряду с качеством работы на заводе особое внимание уделяется менеджменту и маркетингу. Успехи предприятия прежде всего связываю с грамотной работой руководства завода и квалифицированных кадров, говорит начальник участка. Он, как и другие, рад сегодняшнему достижению предприятия. Я свою трудовую деятельность начал на этом заводе. Работаю вот уже шестой год. Мы в этом году планировали выпустить 2,5 миллиона аккумуляторов. В связи с пандемией были трудности. Завод был вынужден работать с перерывами. Но за этот месяц октябрь смогли достичь рекордного уровня. С такими темпами мы до конца года достигнем поставленной цели. Высокие результаты специалисты завода в первую очередь объясняют наличием благоприятных заказов. В основном от зарубежных потребителей. Сегодня аккумуляторы Талдыкурганского завода поставляются в 15 стран мира. Здесь немаловажную роль сыграла и индустриальная политика Казахстана. В том числе при поддержке наших ведомств, это Министерство индустрии, Министерство торговли, интеграции. Сегодня мощность, к примеру, составляет 3 миллиона штук. Мощность всех российских заводов, их 8, 7 миллионов штук. Поэтому при потребности казахстанского рынка 1,5 миллиона аккумуляторов основная продукция идет на экспорт. Но при этом пандемия повлияла в положительную сторону. В том плане, что мы полностью закрываем до центов на 80 наш казахстанский рынок. Продукция Кайнар сегодня пользуется большой популярностью не только в ближнем зарубежье, где у нас традиционный рынок, это Россия, Белоруссия, Украина, Таджикистан, Азербайджан. Есть поставки в Афганистан. В 2020 году мы открыли для себя новый рынок, освоились на рынке Объединенных Арабских Эмиратов. И думаем, что это будет нашим шагом на пути освоения стран Африки, скорее всего, Писицкого залива. На ряду с этим продукция Кайнар поставляется в такие европейские страны, как Польша и Германия, в планах руководства завода и освоения рынка Италии. Основанный в 1975 году завод с замкнутым циклом производства так и расширяет границы выгодного сотрудничества. Сегодня производители аккумуляторов считаются сталдокурганским предприятием Кайнар Акабы. Как один из лучших производителей блоков питания, завод входит в Международный союз производителей аккумуляторных батарей «Интербат». Полмиллиона тенге вручили Акыну-импровизатору в Талдокургане. Впервые в Алматинской области состоялось поэтическое состязание «Айтэс», победителю которого сулит денежный приз. Его обладателем стал Аят Жанабек Акын из Раимбекского района. Первого места удостоился певец-песенник из Талдокургана Жанатпек Айдарали. Мастеру импровизации Акыту достануло из Кирбулагского района, присвоили почетное второе место. Замкнул тройку лидеров Акын-импровизатор из Талгара Нурислам Абитльда. Каждому из трех призеров также были вручены денежные сертификаты и благодарственные письма. Напомним, организацию поэтического соревнования среди лучших народных Акынов Житасуского края инициировал фронт-офис Рухани Жангру. Так называемый песенный диалог длился три дня. В нем участвовали 18 творцов художественного слова из разных регионов области. В айтысах такого масштаба я участвую не впервые. Однако волею судьбы победить мне не удавалось. Учитывая еще и то, что эти состязания проводятся в нетрадиционном формате, где многие правила были для всех нас в новинку. Поэтому я вдвойне рад, что смог все-таки добиться желаемого. Спасибо большое организаторам за возможность показать свое мастерство и не останавливаться на достигнутом. Кинокартину с нулевым бюджетом сегодня презентуют в Талдыкургане. Над комедийным сериалом под названием «Хочу замуж» трудилась группа энтузиастов, работавших за идею. Актриса главной роли рассказывает, что образ дался ей сравнительно легко, поскольку она и сама переживала события, происходящие с главной героиней сюжета. Для Мадины Алибек, сыгравшей девушку Ажар, это дебютная роль, но на помощь ей пришел жизненный опыт. Вжиться в роль было несложно. Когда-то похожие на сюжет сериала события я познала на собственном опыте, рассказывает актриса. Съемки были нелегкими. Иногда мучила погода, иногда усталость. Но сложности заключались только в этом. Вжиться в образ Ажар было нетрудно. Короткометражный сериал состоит из 10 серий длиной 10 минут. Второстепенные роли исполнил коллектив телеканала. Автором сценария стал местный режиссер и сценарист Даниэр Саламат, известный по фильмам «Вдвоем с отцом», «Байтерек» и «Первая жена Сарнтая», выигравшим приз в секции «Диалог» на кинофестивале в Восточной Европе в Германии. Когда девушка старше 25 лет остаётся незамужней, её начинают торопить. Она и сама активно ищет свою судьбу. Сериал рассказывает именно о комичной стороне поисков мужа. Комедийная картина передаёт реалии казахского общества. Обычаи требуют от девушки не затягивать с замужеством. Их голосу вторят родители, родственники и друзья Ажар. Посмотреть на плоды съёмок целого месяца можно сегодня в 22.00 и в эфире телеканала в пятницу и субботу. На этом всё. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова